Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казанцева. В царствование Алексея Михайловича дважды приезжал в Россию антиохийский патриарх Макарий, родом араб из города Алеппо. В первый раз в 1656 году для сбора пожертвований, во второй — 10 лет спустя, по приглашению царя для суда над патриархом Никоном. В первый приезд с ним был его родной сын, архидиакон Павел Алепский, который по просьбе одного из своих дамасских друзей составил подробное и чрезвычайно любопытное описание трехлетнего путешествия своего отца. Эта книга не один раз переиздавалась, а в нынешнем году в издательстве «Благовеста» вышел сборник избранных записей архидиакона Павла. Этот сборник под названием «Россия, которую мы потеряли» мы и предлагаем сегодня вашему вниманию. О, какой это благословенный народ! О, какая это благословенная страна! Великое достоинство ее в том, что нет в ней совершенно ни одного чужого иной веры, а только чисто православные, верные и набожные. Какая ревность, свойственная святой душе и чистой вере, поистине православной! «Блаженные глаза наши за то, что они видели, уши наши за то, что они слышали, и сердца наши за испытанную ими радость и восхищение». Так писал архидиакон Павел Олепский в своем повествовании о путешествии антиохийского патриарха Махария в Россию в половине XVII века. Середина XVII века, по словам издателей, является своеобразным рубежом в истории нашей Церкви. Могущественное влияние на государственные дела и общественную жизнь, какого достигла Русская Православная Церковь при Святейшем Патриархе Никоне, не наблюдалось ни до, ни после него. К этому моменту истории Церковь подошла обогащенная сокровищами духовного опыта, накопленного в предшествовавшие века. Это и позволило ей выстоять в суровых испытаниях второй половины XVII века, преодолев раскол церковный, размежевание с государственной властью и соблазны синодального периода. Тем более знаменательным, как отмечают издатели, представляется то, что как раз в это время появилось единственное в своем роде обширнейшее описание жизни России и Русской Церкви под названием «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века», описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алепским. Эта редкая книга представляет собой путевые дневники и записи архидиакона Павла, неутомимого в своей любознательности православного сирийца, оставившего нам живые картины прошлого и описавшего все, что встречалось ему. Переоценить этот труд невозможно. Более тысячи страниц рукописи содержат в себе россыпи бесценных сведений и зарисовок с натуры. Здесь описание русской природы, городов, сел, монастырей, церквей, их убранства и устройства со множеством редчайших подробностей, свидетельства о бытии и нравах различных слоев общества, зарисовке характеров русских людей, в том числе виднейших деятелей того времени, царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, бояр, князей, духовенства, сведения о государственном и церковном устройстве и управлении. Особенно интересны сведения о богослужении того времени и его особенностях, взаимоотношениях церкви и государства, важных событиях государственной и церковной жизни, о духовно-нравственном состоянии русского общества середины XVII столетия. Словом, говорят издатели, перед нами нечто вроде огромного полотна, в четких линиях и ярких красках, изображающего картину или образ России, созданный остроумным, доброжелательным и в то же время объективным человеком. Архидиакон Павел Алепский не просто путешественник и сторонний наблюдатель. Он высокопоставленный клирик антиохийской церкви, приехавший в Россию в составе делегации, имевший весьма деликатные задачи. Его отцу, патриарху антиохийскому, предстояло, с одной стороны, испросить материальную помощь для своей патриархии, с другой, своим авторитетом послужить решению ряда русских церковных дел, в чем тогда остро нуждалась наша церковь. Антиохийская церковь, наряду с другими православными церквями, пользовалась в России XVII века огромным почитанием. В связи с этим, архидиакон Павел имел свободный доступ к таким областям церковной жизни, которые были наглухо закрыты по традициям того времени для всех неправославных иностранцев. Последние, например, не имели права входить в русские храмы и монастыри, присутствовать за богослужением, тем более в алтаре. Их передвижение в городе было очень ограниченным, личные контакты с населением строжайше запрещены. Архидиакон Павел оказался свободен почти от всех подобных запретов. Он имел возможность знакомиться со всеми сферами русской жизни. Немалое значение имело при этом то, что к жизнерадостному, общительному молодому сирийцу прониклись искренними личными симпатиями почти все русские, начиная от царя и заканчивая должностными лицами. Некоторые чиновники, желая удовлетворить любознательность архидиакона, сообщали ему сведения особой государственной важности. Архидиакон Павел с дружелюбным вниманием изучал жизнь русской церкви и духовное состояние русского общества. Одновременно он зорко подмечал то, что могло вызвать порицание. Но, как отмечают издатели, не все в его книге может быть безусловно принято на веру. Кое-что нуждается в критической проверке или уточнении, так как автор часто ориентировался на рассказы и слухи. Собственное восприятие явлений русской действительности гостем из антихийской церкви, его оценки многих фактов не могут не быть субъективными. Подобные черты характерны для любого мемуарного произведения. Однако ценность литературно-исторического труда от подобных неизбежных недостатков никогда не уменьшается. Тем более, что для истории важно не только то, что видит современник, но и то, как он видит. Путешествие архидиакона Павла в гражданской и церковной исторической литературе использовано мало в сравнении с тем неоценимым богатством, которое оно представляет. Этот литературный источник известен давно, но он служил в основном справочным материалом для авторов, пишущих о средневековой русской истории. Между тем, этот уникальный памятник, по мнению издателей, заслуживает специального внимания, потому что для этого сборника из обширных дневниковых записей архидиакона Павла были выбраны сведения о самых разнородных предметах, то, что относится к русской церковной и общественной жизни. А затем эти сведения были систематизированы по тематическим разделам. В таком виде они и предлагаются сегодня широкому кругу читателей. Архидиакон Павел, как уже отмечалось, сопровождал своего отца в двух путешествиях в Россию. Умер он во время второго путешествия на обратном пути в Тифлисе, не оставив рассказа о нем. Но и в этой книге любители старины найдут очень много интересного и полезного. Сам автор об этом писал. «Да получат от нее христиане обильную пользу, когда услышат о благородных обычаях истинно верующих, об их постоянстве и безграничной твердости в богопочитании, о строгом соблюдении ими установленных постов и церковных служб, об их замечательной набожности, об их искренней вере и доброй нравственности, о чистоте их намерений, сокровенных мыслей и тайных помыслов. Все это мы опишем, чему были очевидцами». Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. С вами я на этом прощаюсь и желаю интересного и полезного для душечтения. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok